Планерное совещание началось с представления нового главного архитектора города. Данную должность занял знакомый уже азовчанам Игорь Репьев. Игорь Сергеевич человек для города не новый, он работал в качестве главного архитектора. В своей профессиональной карьере имеет работу архитектором в городе Ростове-на-Дону. Это он человек грамотно-мескопрофессиональный. Далее директор департамента ЖКХ Роман Ткаченко отчитался о работе, которая проводится в настоящее время в городе, в частности о ремонте дорог. За текущий период 4 дня нам удалось произвести фрезирование асфальтобетонного покрытия до переулка Красноармейского. Сегодня продолжаем работы от Красноармейского по Ленина до Измайлова. Пропускаем Измайлова, идем от Измайлова до Социалистического. И те подходы, которые у нас к Петровскому бульвару от стороны Социалистического и от Петровского в сторону Чехова. Подрядчиком проводимых работ выступает предприятие Роставтодор. Срок, который должен наложиться подрядчик, составляет 15 календарных дней. Что касается благоустройства Петровского бульвара, то здесь также реконструкция продолжается. За прошедшую неделю удалось сделать по водопроводу, практически полностью закончить. Перешли на поливной водопровод на Петровском. Ведутся работы по укладке плитки, подготовка материала под укладку плитку основания на районе Петроперва от Московской, установка поребриков и так далее. Параллельно ведутся работы по высадке зеленых насаждений. Для этого было приобретено 30 лип, которые в скором времени украсит Петровский бульвар от улицы Мира до Ленина. Помимо этого, Роман Ткаченко отметил готовность города к наступлению непогоды. До конца этой недели порядка полутора тысяч песко-соляной смеси, подготовлена техника для обслуживания в зимний период. Настраивается, поскольку погодные условия у нас ухудшаются, там и минуса у нас идут, но завтра передаются. Поэтому сегодня будем еще встречаться, чтобы до конца технику уже доработать и поставить на линию, тем самым обезопасив безопасное дорожное движение на автомобильных дорогах города Азова. Второй вопрос планерного совещания коснулся вентиляционных каналов в жилых, многоквартирных и частных домах. В частности, с началом периода отопления правильная работа вентиляции становится жизненно необходима. В противном случае могут быть печальные последствия – отравление угарным газом и летальный исход. Об этом рассказала председатель ВДПО Ольга Зиборова. Сегодня реалии нашей жизни таковы, что, пытаясь создать комфортные бытовые условия, мы подчас забываем о соблюдении важных правил. Герметичные стеклопакеты на окнах, герметичные двери, плюс устройство принудительной вентиляции, монтированные вентиляционные каналы – все это нарушает воздухообмен в помещениях, повышает концентрацию в воздухе продуктов, горения и газа. Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться при газификации дома, в процессе эксплуатации, подключении нового газоиспользующего оборудования, переустройстве и ремонте домовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги. Ранее осуществлять проверку вентиляционных каналов и дымоходов могла только специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию, оборудование и обученных специалистов. В настоящее время эти работы могут производить любые организации, обозначавшие данный вид работ своим основным видом деятельности. Иными словами, чтобы обезопасить население, необходимо регулярно производить профилактические осмотры дымоходов и вентиляционных каналов. Для этого управляющие компании должны заключать договоры с организациями, которые имеют специалистов и соответствующие оборудования для проведения подобных работ.